Девушки отдыхают Я не видел, мама. Мы посмотрели только на друга даже. Но нет ничего такого, о чем вы подумали. Мелик, ты сейчас вам расскажешь правду. Да, Мелик, мы слушаем тебя. Расскажи нам правду, чтобы мои родители неправильно не поняли нас. Мелик, ну же, говорю, ну же, говори, все. Мы ждем, кто только тебя. Скажи, что ничего не было. Не было. Я тоже ничего не помню. Я лишь заснул, и... Больше ничего не было. Мелик, доченька. Что это такое, Ягыз? Что сейчас случилось? Ничего не случилось, отец. Просто не хочу, чтобы вы неправильно все это поняли. Ладно, Снот, но... Это ведь не красиво по отношению к ней. Ты обидел ее честь. Так, заставляешь ее все это рассказывать? Видишь, она заплакала и ушла. Пойду проведу ее, а то опозорилась. Ты бы знаешь, чем нам приходится возиться с утра пораньше? Ага, нам с тобой нужно поговорить. Есть кое-что, о чем я должен тебе рассказать. Посмотри, до чего я докатилась, тетушка Нормин. Я опозорилась, опозорилась. Ладно, Мелик, не плачь. Как я могу не плакать, тетушка Нормин? Моя честь вступлена в землю. Хорошо, доченька, но... Почему ты так поторопилась? Я вот этого понять не могу. Мы тебе сказали, чтобы ты проникла в сердце к нему. Чтобы он полюбил тебя. Мы это не сказали тебе с первого же дня влезать ему в постель. Клянусь вам, тетушка Нормин, я неосознанно все это сделала. Нет, ну, я, как говорится, стала очень плохо. Он был очень пьян. Но я взяла его за руку и подняла в комнату. А потом я заснула, я очень устала. Я не нарочно это сделала, я клянусь вам. Разве я такой человек? Ты что, меня совсем что-ли не знаешь? Ладно, доченька, не плачь. Ладно, иди сюда, ко мне. Ага, это девушка, лиса, лиса. Потом вспомнишь мои слова. Что случилось-то? Ага. Это Мелек, она зацикнулась на тебе. Она вышла к одной ноге и попросила поженить вас. Ну, а что сказал отец? Что он сказал? Ты разозвелся, конечно. Я думал, что он ударит ее, однако... Держался он. Выгнал. Я говорю тебе то, что знаю, ага. Она зациклилась на тебе, ага. Еще она сказал, что заставит тебя забыть, Эйлюль. Она сказала, после того, как он много придет в себя, после тетушки Эйлюль, я приведу все в порядок. Если бы не одна нога, я бы кое-что сделал ей, однако. Пускай фиг просыпается и молится на одну ногу. По поводу Азербайджана. Знаешь, что там за дела? Ага. После тетушки Эйлюль тебе стало немного плохо. Им пришло на ум это. Они хотели, чтобы ты поехал туда и немного развеялся. Но она сказала, что все исправят. И они отказались от этой затеи. Я понял. Теперь понятно, почему они уехали вчера. Они хотели заставить нас дома наедине. Ага. Но одна нога не согласился. Он накричал и прогнал ее. Я знаю, отца. Сначала он скажет ей нет, а потом поймет, где выгода, и скажет да. Очевидно, сначала он разложился на нее. А потом понял, что она подходит по его плану и согласился. Если бы он и правда разложился, он бы давно выгнал ее. Но я правда не знаю, Ага. Я говорю тебе то, что слышал, а так я ничего сказать не могу. Все очевидно. И мама, и папа заодно в этом деле. Смотри, что они делают, а? Я им ведь предъявлю сейчас. Ага, стой. Доченька, успокойся немножечко. Я позорилась с тетушкой Нермин. Я много лет старалась, чтобы не оборочить свою честь. И что мне в итоге наговорил Ягас? Мне стало очень больно. Ладно, доченька. Мы тоже поверили тебе. Откуда же могли знать, что все так кончится? Ты же говорила, что сделаешь так, что Ягас забудет Эйлю. Да, я заставлю его забыть. Благодаря таким вот истерикам, ты немножечко соберись. Ладно, детка, чтобы Ягас тебя такой не видел. Дядя Адман, правда, доченька, не надо сразу сдаваться. Да вот что мы тебе сказали, а? Если ты поможешь ему забыть Эйлюль, то мы поможем тебе. Вот что мы тебе сказали. Главное, чтобы ты спасла моего сына от этой твари. Мы сделаем все, что нужно. Именно так мы и приняли твое предложение. А если у тебя не получится, то с самого начала скажи. Не надо тратить наше время. Он хотя бы уедет отсюда и... Немножечко придет в себя. Нет, 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 нет. Не отправляйте его, нет. Тогда приди в себя. Послушай, мы делаем тоже все, что в наших силах. Ты тоже будь немного настойчивый. Сделай так, чтобы Ягас полюбил тебя. И с тем, что он пару слов за тебя наговорил, ты так расплакалась. Зачем нам поддерживать тебя? Доченька, не волнуйся. Ягас полюбит тебя. Вы уверены? Он полюбит меня? Конечно полюбит, почему нет? Доченька, будь немного терпеливой. Ладно? Потерпи немножечко. Послушай, мы рядом с тобой. Мы сделаем все, что нужно. Рано или поздно ты сделаешь так, что Ягас полюбит тебя. Ягас полюбит тебя, а потом у вас будет свадьба. И ты своей целью добьешься. И мы. Мой сын избавится от этой твари. А потом мы будем все жить счастливо. Даже думать об этом прекрасно. Ягас. Ягас. Субтитры сделал DimaTorzok